Привет, друг, с тобой Эван, мы продолжаем играть на сервере Радмир, второй сервер, всё как всегда, и сегодня я тебе расскажу о 13 недоработках, фичах или багах этого сервера, поэтому я желаю тебе приятного просмотра, приятного аппетита, и мы начинаем. А перед началом данного ролика я хотел сказать, что на этом сервере есть свой личный промокод, который находится в описании ролика, вводи его при регистрации и получай 20 тысяч долларов на свой баланс при достижении третьего уровня. Давайте, пацаны, так договоримся с вами, если этот ролик набирает 50 лайков, я вам расскажу, как можно перенести любой винил с любого сервера на Радмир, ну, с любого сервера на Радмир, вот, 50 лайков и ролик скоро, да? Всё время, пока я играл на Радмире, я искал эти фишки, баги, недоработки, чтобы именно вам рассказать, поэтому я надеюсь на большой актив, значит, красная кнопка внизу, делай серой, наша цель 3500 подписчиков к новому году, Также нажимай на лайк, пиши комментарий, если хочешь больше серии по Радмире, и мы это сделаем, конечно же. Ну, а что, теперь, я думаю, можно переходить к фишку, багу, недоработкам, да, погнали. Знаешь что, некоторые баги я вам буду показывать и демонстрировать на экране, некоторые просто буду говорить, поэтому слушайте внимательно. Значит, первая фишка баг, это Шкода не ловит штраф, да, если мы купим Шкоду и будем разгоняться, у неё, как бы, по стандарту уже стоит эта рамка-шторка, типа, на неё просто не приходят штрафы. То есть, вот здесь у нас камера, я разгоняюсь, вот лечу 220 и вообще посрать, в обратную сторону, и на неё штрафы не приходят, офигенная тачка. Вот такой вот баг, это очень офигенная тачка для новичков, что они могут гонять и не ловить штрафы. Второе, это можно уволиться с такси через F1 с любого места на карте, не обязательно ехать к пункту сдачи работы. Короче, отвёз я второго клиента, вот, и я не хочу ехать сдавать тачку, то есть, на метку ехать, вот это всё, вот у меня доказательство того, что я ещё работаю на такси. Вот, не хочу я ехать в ЛВ, например, я отвёз какого-то пацана в ЛС и не хочу ехать. То есть, всё, что мне нужно сделать, это нажать F3, F1 вернее, sorry, навестись на автомобиль, на котором вы таксуете и просто убрать. Вот, и вы завершили работу и получили 97 долларов. Это специально для тех, кто как бы забыл уволиться и просто может свою тачку убрать и всё. Не знаю почему, но это тоже много людей не знало, но теперь узнаете. Третье, это то, что на Vita не идут дрифт-точки. Вот это, скорее всего, недоработка, как бы. Плохо, потому что купил Vita, хотел понавалить боков, а дрифт-точки не идут. Капец, капец. Четвёртая бага, фишка недоработка, это то, что после длительной игры на сервере ты не можешь залезть на что-либо. Ты не можешь прыгнуть, ты не можешь потянуться. Что же делать? Есть два способа. Это мы просто заходим в камхак и выходим, и мы можем спокойно теперь опять прыгать. Либо нам нужно просто врубить любую анимацию и как бы выключить, и тогда у нас всё починится. Пятая фишка бага недоработка, это то, что на сервере нет телепорта. Конечно, мы можем только тпкнуться в одну зону, но если вам нужно переместиться быстро из SF в LS, и вы не хотите ехать, конечно, есть у вас випка, потому что если вы умрёте, то спишется как бы дохера бабла. Вот, дешевле будет проехать. Одно, если у вас випка, и вы не хотите ехать, либо просто не хотите ехать, мы просто заходим в мэрию SF, умираем и появляемся в Лос-Антосе. Так, если мы сейчас зайдём в мэрию SF и умрём, то мы появимся в больке LS, поэтому нажимаем F, умереть, да, умереть. И мы появляемся в больке SF, по идее, вернее LS. Всё верно, быстрый телепорт. Шестая фишка, это то, что на Макларене можно вручную поднять спойлер. А как, вам просто нужно нажать английскую клавишу K, либо русскую L, и спойлер поднимется, и обязательно клавишу нужно удерживать. Седьмая фишка, очень полезная для гонщиков, вообще для любых игроков, это остановка вообще в любом месте, прям моментально. Всё, что вам нужно, это зайти 24 на 7, купить шланг, после этого мы ставим его в хот-бар, в хот-бар врубается в инвентаре, это сейчас вы всё увидите, вот. И при нажатии на клавишу, на которую вы поставили этот шланг, машина резко останавливается. Это помогает тем, кто сейчас вот может улететь в воду, либо резко отормозиться, либо ещё что-то. Первое, что нам нужно, это зайти на карту, выбрать магазин, вот здесь, и приехать в ближайший магазин. Заходим в магазин, идём на метку, и покупаем шланг за 300 долларов. Дальше нам нужно открыть инвентарь на i, и внизу есть такая вот клавиша врубить хот-бар. У нас появляется вот такая вот панелька, которую ты можешь поместить вообще в любой угол экрана. Например, у меня стоит вот под карта, либо второе популярное место, куда ставят, это внизу. Лучше ставить под карту, и сюда переносим ваши самые любимые инструменты. Вот, например, шланг я ставлю в троечку, вы можете в любой вообще, на любую кнопку поставить. Как видите, справа в углу написаны кнопки, то есть на эту кнопку будет активироваться девайс. И можно так расставить все свои пушки для ИТП. Например, я вот расставил вот так, убираю i. Теперь у меня вот такой вот инвентарь, я сажусь в тачку, и теперь будет происходить магия. Вот, например, можете спросить, в каких ситуациях это может помочь. Например, вот так вы летите в воду какую-то, да? Например, как-то так показать, вот так. Тройку нажали, и все, и остановились. Полезно, полезно. Вот, например, вот так, тройку, оп, и все, и остановились. Ну, следующий баг, это уже баг реально, и недоработка, за которую тебе дают наказание в виде бана. Поэтому я не призываю его к использованию, просто рассказываю о нем. Если зайти в автосалон, то тебя не кикнет за АФК. Ну, раньше эти всем пользовались, когда были всякие промокоды, нужно было отыграть на количество времени. Сейчас этим не пользуются, но если мы зайдем в автосалон, за АФК не кикнет. Но за это бан, поэтому думайте. Следующий, это как бы тоже баг, и тоже недоработка, и тоже за нее дают бан. Это за ДМ в ЗЗ. Вообще нельзя никогда так делать, потому что вы летите там, наверное, количество дней. Как бы вы знаете справедливость нашей администрации на Редмире. Как бы вы можете посмотреть мои два предыдущих ролика с баном. Вот, не призываю к использованию еще раз. Это как ДМ в ЗЗ, а тем более, ну, как, например, разбить колесо в Колесо Фортуны, вот это, да, ежедневное, как разбить в казино. Все, что вам нужно, это поставить на какую-то горячую клавишу бин камхака. Вот, и в один момент ты должен бить и нажимать камхак, и тогда по таймингам как-то оно там бьется и выходит норм. Мы просто подходим, и в один момент, о, кстати, здесь такое красивое колесо сзади, мы в один момент и начинаем бить по колесу, и начинаем тыкать на клавишу, вот у которого забинден камхак. И он таким же случаем, получается, бьет эту рулетку, вот, и потом эта рулетка пропадает не только для меня, а для всех вас. Одиннадцатый лайфхак на сервере это бинды и команды. Может, еще кто-то не знает, как биндить, вот. Сейчас я вам расскажу, как биндить команды и как биндить текст, поэтому смотрим. Знаешь что, для того, чтобы забиндить либо текст, либо команду, нам нужно ввести команду slash bind, потом клавишу, на которую мы хочем забиндить, например, f9, f9, вот так написали. И, например, забиндим, давайте, камхак, камхак. Вот так пишем, и теперь при нажатии на клавишу f9 нас открывается камхак, вот. А чтобы убрать этот бинд, который нам не нужен, например, мы пишем slash unbind и пишем эту же клавишу f9. Теперь при нажатии f9 ничего не происходит. Также мы можем забиндить какой-то текст. Давайте бинд, потом пишем клавишу f9, после этого пишем say и пишем, например, привет, YouTube. Это как для примера. Вот, и теперь при нажатии f9 на счете пишется привет, YouTube, как бы. Также можем unbind f9, и теперь при нажатии на f9 ничего не происходит. Следующий баг, недоработка, фишка, это то, что мы можем пройти сквозь текстуры и остаться там. Как это все делается с помощью анимации? Нам нужно сделать сначала bind на анимацию. Мы врубаем анимацию, открываем панель управления анимацией, перемещаемся туда, куда мы хотим, конечно же, зайти. Потом там же врубаем еще раз анимацию и выключаем. И так мы оказываемся за текстурами. Как смотрим дальше в примере. Например, давайте мы нажмем на метку. Вот, мы залезем вот сюда, да. Например, захотим остаться где-то здесь. Мы нажимаем E, сброс анимации, чтобы ее выключить. Настой поехать на место, где мы ее включили. Но можно остаться же там, поэтому сейчас я вам покажу, как. Нажимаем f4, поцелуй, например. Вот, залазим, например, вот сюда. Вот, мы залезли, например, сюда нажимаем еще раз f4. Выбираем любую вообще анимацию. Давайте вот такую. Вот, у нас обновляется панель. Мы нажимаем сброс панели и все. И мы теперь находимся вообще за текстурами и никак не выбраться. Если вы хотите нажать типа f3, ну f4. Вот, например, вылазим отсюда. Вот так вылазим. И нажимаем E для сброса анимации, чтобы она сюда топахла. Но у нас топахает обратно в гараж. Значит, что нам нужно сделать? Просто f4. Вылазим из гаража. Еще раз f4. Врубаем какую-то анимацию и нажимаем E. Все. Ну и предпоследний лайфхак. Это если мы купим сумку или портфель 24 на 7, то она расширяет количество слотов в инвентаре. Очень полезная штука. Заходите, портфель там немножко расширяет сумку прям на всю. И как бы стоит она относительно недорого. Ну и последний, тринадцатый лайфхак связан с смертью. Тринадцать смерть, ну да, как бы как всегда. Если мы поставим тачку на ручник, то мы автоматически отключаем для себя коллизию. И те, кто нас будет стрелять, нас попросту не убьет, а просто потратить патроны. Поэтому, если у вас мало хп и какой-то даун у тебя начинает стрелять, ты можешь врубить ручник и просто постоять, либо просто перезайти и не париться. Нет. Вот. Стоп. Теперь оставлю. Стой. На ручник все стреляет. Все. Ну ладно, кто еще досмотрел почти до конца ролик, расскажу еще о одном баге, недоработке, лайфхаке. Совсем недавно добавили на сервер возможность садиться в двухместное авто в четырем, то есть нам нужно подойти к двери и нажать на Е. Теперь это лайфхак для тех, кто умер. То есть вы можете умереть и как бы тпхнуться на то место, где стоит эта тачка. Как вы просто, если вы хотите реально умереть сами, вы подходите к тачке к двери, нажимаете в два, умереть, и когда вы нажимаете умереть, вы одновременно нажимаете на клавишу Е, тем самым вы умираете и тпхаетесь на сидении. Также, если вы умерли по случайности, ваш друг может подъехать к вам, вы можете нажать на Е и кататься вместе с ним. А после того, как пройдет пять минут, вы просто типа умрете, но будете сидеть на сидении дальше. Что там баги, да? Вот эта медиа охранеет, если я просто мертвый и уезжаю от него. Вот такие, пацаны, в принципе, недоработка бага фишки на сервере. Если у вас есть какая-то фишка, либо вы нашли какой-то баг, можете написать в комментариях. Если достаточно соберется новых предложений, мы выпустим вторую часть по этой теме. Пиши в комментариях, как тебе мои фишки, баги и лайфхаки. Знал ли ты про все? Конечно, все, кто задротит на сервере, они об этом все знают, но для новичков, я думаю, инфа была полезная. Нажми на лайк, помоги продвинуть этот ролик в топ. Также, не забывай, если этот ролик наберет 50 лайков, я расскажу, как можно перенести любой винил с любого сервера Радмира на твой. Не забывай про подписку, ведь наша цель 3,5 тысячи подписчиков к Новому году. Сделай из красной кнопки серую. Колокольчик тоже нажимай, чтобы всегда смотреть мои ролики первыми, никогда их не пропускать. Ну, с тобой был Левен, всем желаю хорошего дня, всем удачи, пацаны, и всем пока-пока.